МАЙКЛОМ ФЛИНОМ Очевидно, почти никто из тех, кто комментирует дело, их не читал, а следовало бы. Это шокирующие документы, не для республиканцев или демократов, но для американцев. Ранее мы в общих чертах рассказывали о том, что известно о деле Флина. О том, как коррумпированный сотрудник ФБР по имени Питер Стржок решил любыми средствами погубить карьеру Майкла Флина. В какой-то момент Стржок рассматривал возможность предъявить Флину обвинение по так называемому закону Логана. Это закон, которому уже 220 лет, и за всю историю Америки по нему не осудили ни единого человека. На самом деле и обвинений-то по закону Логана не выдвигали со времен предшествовавших гражданской войне. Кстати, теперь это возможно неконституционно, и этого даже при желании не сделать. Но Стржоку было все равно, его целью было поддержать расследование на плаву, вне зависимости от того, оправдано ли это с точки зрения закона. К 4 января 2017 года ФБР уже завершило свое расследование в отношении Флина. После четырехмесячной проверки Флина они не обнаружили, цитирую, «какой бы то ни было порочащей информации, связывающей Флина с Россией». Честное расследование, на которое мы все, как американцы, имеем право рассчитывать, закончилось бы в тот же миг. И согласно сегодняшнему заявлению Минюста, должно было закончиться, цитирую. Министерство не считает, что имелись легитимные основания для расследования и преследования назначенного советника по национальной безопасности за общение с иностранным послом и стремление ослабить геополитическую напряженность перед инаугурацией следующего президента. В этом вся суть. Майкл Флинн не совершал преступления, и они это знали. Почему они знали? Потому что ФБР уже прослушивала телефон Майкла Флина. Что само по себе вызывает шок и возмущение, в свободной стране такое совершенно неприемлемо. Но по какой-то причине никто в Вашингтоне этого как будто бы не замечает, или никому это не важно. Напрасно. Поскольку ФБР уже в подробностях знало, что говорил по телефону Флинн, согласно сегодняшнему заявлению Минюста, не было никакого основания или необходимости изучать личные воспоминания господина Флина о том, что было сказано. Они ведь знали. Другими словами, все это было западней, с самого начала. Мы это точно знаем, это не наши домыслы, потому что мы располагаем текстовыми сообщениями, которые Питер Стрыжок отправлял своей девушке, юристу из госаппарата Лиззи Пейдж. А если бы у нас не было этих сообщений, чуть так и не вышло. Сначала, как вы помните, ФБР заявляло, что они потеряны из-за какого-то технического сбоя. Еще чуть-чуть, и мы бы не выяснили, что в действительности произошло. Майкл Флинн чуть не отправился в тюрьму. И это выводит нас на суть всего происшедшего. Отсюда следует самый главный вопрос. Как часто ФБР подставляет людей? Сколько еще жизни они уничтожили, при том, что общественность об этом даже не знает? Другими словами, это не про Майкла Флина, а про вас. Об этом страшно думать. Большинство людей в Вашингтоне, похоже, настроены об этом не думать. Они намерены искать этому оправдание. Одной из первых сегодняшнюю новость прокомментировала Ильхан Амар. «Привилегированность белых в действии!» — написала она в Твиттер. Амар не объяснила, как вообще к делу Майкла Флина относится его цвет кожи, с которым он ничего не может поделать. Но все равно она осудила это решение, как расистское. Удивлены? Не стоит удивляться. Ильхан Амар, судя по всему, вышла замуж за собственного брата, чтобы обмануть иммиграционную систему. Горячо ненавидит страну, которая ее спасла, и сводит все мыслимые темы к самому порочному разжиганию расовой розни. Может ли в одном человеке быть столько омерзительного, сколько в Ильхан Амар? В это трудно поверить. Некоторые из нас сомневаются, что она вообще существует. Должно быть, ее придумал Национальный комитет Республиканской партии. Этого, конечно, мы подтвердить не можем, зато можем заверить, что комитет не придумывал новостное кабельное. А тамошние болванчики были почти так же разгневаны, как Ильхан Амар. Я играю на гармошке, у прохожих, на виду, дожилей, ты рожденья, только раз в год.